Всем привет! С вами снова я, Марина Морлок. Я вышла погулять в сторону Тимирязевской. Есть тут Головинские пруды, оказывается, недалеко от работы, а есть еще Тимирязевские. Но до Тимирязевских я пошла в другую сторону и ушла в Коптево, ближе к Головинским прудам. А тут я смотрю, люди отдыхают и даже самые отчаянные купаются. Но, честно сказать, да, сегодня было очень жарко. С вами, Марина Морлок, сегодня была жара. Сегодня, если я не ошибаюсь, 28 число. И, в общем, мне прям хотелось, стало интересно, где в Москве можно купаться. Я почитала на Яндексе, что купаться можно в Москве в Зелике, где Черное озеро. Но на Черном озере я купалась в прошлом году, как раз в августе в свой отпуск. И после этого, извините за выражение, три дня я обливала дальше, чем видела. Это было, ну, честно сказать, так грустно и печально. Еще я почитала, что можно купаться в Центральном пруду. Это где Ангстрем в Зеленограде. Это я прочитала в Яндексе сегодня и ВКонтакте в новостях, где Черное озеро. И еще где-то там Тропарева, то есть где-то там на юго, по-моему, юго-запад Москвы. Вот. Но я, честно сказать, опасалась бы купаться и где Ангстрем. И вот в Черном озере я в конце прошлого лета искупалась крайне неудачно. И больше мне там купаться совершенно на территории Зеленограда не хотелось. Но сегодня прям такая была жара, что я решила выйти и посмотреть, какие тут пруды. Но я, говорю, заблудилась и где-то сейчас я гуляла по району. Вот здесь я вижу, что пруды, конечно, хотя дно песчаное, но такое оно очень, очень, очень как-то прям не очень. Вот, собственно. Но мне говорили, что тут клево. Ну, тут классный парк. Правда, уже сейчас вечереет, потому что, я говорю, я тут гуляла. Тут бульвары прикольные, кстати, есть. Вот как раз от Лихобор до Коптева всякие прикольные такие дома. Но не совсем старинные, но клевые. Тут вот, видимо, прокат лодок. То есть тут, наверное, можно взять лодку покататься. Потому что я смотрю, дальше тут какой-то остров. И туда еще вдаль идут каналы. То есть туда, как бы... Тут на другой, по-моему, стороне Тимирязевская академия и Тимирязевский парк. Короче, места интересные, но сюда надо выбираться прям... Ну, не после работы, наверное, а вместо работы. Вот, а работы у меня как раз много. Я сегодня такая в платье такая вот вся из себя. Ну, вот, в общем, эти пруды нужно конкретно чистить. Вообще, наверное, тут и уток как бы нету. И, ну, дно-то, в принципе, песчаное. То есть если их почистить, тут, наверное, и можно было бы купаться. Вон там трамваи ходят. Я, кстати, увидела в Москве новые трамваи. Меня это порадовало. Короче, тут, наверное, если почистить, то тут, наверное, можно купаться. Потому что явно озеро проточное. Но оно вот зарастает, превращается потихонечку в болотце. Ну, так я буду иметь в виду, что тут такое место есть. И можно после работы погулять. Вообще, у меня такое чувство все время после того, как я с кем-то расстаюсь. Ну, как правило, после того, как я расстаюсь с мужчиной после длительных отношений. У меня так первое время я переживаю. Первые там месяца, два-три у меня всякие переживания и страдания. А потом у меня такое чувство, как будто меня из тюрьмы выпустили. Мне все хочется, мне все хочется узнать. Мне везде хочется погулять. Мне везде хочется потусить. И мне прям все интересно очень. Мне хочется везде побывать. Потому что, я думаю, я, в принципе, живу вроде уже недалеко от Москвы. Уже второй год. Но я в Москве практически не была. Ничего не знаю. Я смотрю, тут люди тусуются. Так у воды отдыхают. Собственно, такие дела. А я, как я не знаю, кто с работы домой. Вот и все время вот эти вот все серьезные отношения, совместное проживание. Оно кончается, в общем, тем, что попадаешь в такой замкнутый круг с работы домой, с работы домой. В выходной дела. Может, там иногда съездили куда-то на дачу или к друзьям. А большей частью вот это вот такой вот день сурка, с работы домой, на работу, потом опять домой. Ну и вот. И так вот жизнь проходит. И от этого я понимаю, почему у вас 70% женщин просто бежит, просто бежит из брака вот именно от этой вот рутины. Какой-то безнадежный, бесконечный. Вот. Ворона. Вот, ладно. Собачка бедает. Одна. Так вот. Купаться тут, кстати, запрещено. Но Головинские пруды, они покрасивее, потому что там усадьба. Но тут такой именно возможен дикий отдых. Воды. И тут такое озеро вот там дальше со островами. То есть тут можно, наверное, прикольно реально взять и на чем-то покататься. А я, наверное, сейчас как-то притулюсь и посижу на брёхнышке, потому что я устала ходить. Я очень долго сюда шла. Вот. Мне уже хочется куда-то присесть. Вот. Как-то так. Ну, конечно, тут вот, ну, очень... В чём фишка? Это Москва, но тут нету ни урн, ни лавочек. То есть как-то неокультурена территория. Хотя территория очень хорошая. Это фактически вот в Москве такой вот парк. И вот тут вот как-то всё вот... Вот как-то так вот хотелось мне присесть. А сейчас я подошла, посмотрела поближе. И мне уже что-то не хочется тут сидеть. Тут такое ощущение, что кто-то сидел и так смачно бухал. А, ну, в принципе, ещё тут психология, потому что вот за мной, за спиной помойка. Но прям хорошая такая, годная, большая помойка. Но донести, видимо, мусор до помойки не судьба. Надо бросать себе под ноги. Вот это, кстати, я, к сожалению, замечала у наших людей, что даже будет помойка стоять. Ну, проще кинуть. Так, кто-нибудь уберёт. Вот, я так думаю, это так выражается скрытое недовольство своей страной. Вот, такие вот дела с вами была Марина Морлок. Такой прикольный парк. Ну, сейчас время уже 9 часов, уже вечереет. Вот, и, собственно, меня уже стали... Ну, вот не здесь, а на Сене же, когда я отдыхала, меня там покусали комары. Тут меня пока что комары как бы пока что ещё пока что не кусали. Вот, может, ещё покусают. Так что парк тут большой, прям лес. Да, можно сюда, наверное, ходить на шашлыки. Ну, с мангалом только. В Москве нельзя вообще разводить костри. Вот. Ну, наверное, с мангалом, наверное, можно. Вот. Ну, или так просто посидеть, потусоваться. Побухать у воды. Вот, такие дела. Ну, вот я говорю, место клёвое, красивое, но прям запущенное такое, зарастающее. Ну, вот, с вами была Марина Морлок. Такие вот у меня прогулки после работы, потому что мне уже... Я знаю, что дома меня никто не ждёт, и, соответственно, и торопиться некуда, и можно погулять. С вами была Марина Морлок. А тут кто-то построил замок из песка. Ну, только не совсем замок, а просто скорее куски песка. С вами была Марина Морлок.